Ура! Одесса снова готовит обед. Мы находимся на прекрасной кухне Одесской Национальной Академии Пищевых Технологий. Смотрите, какие у меня помощницы. Кардзая Нателла и Юлия Казонова. Юля, кем вы работаете? Я работаю доцентом кафедры технологии ресторанного и оздоровительного питания, а также являюсь директором клуба здорового питания. Помедленно, я записываю. А вы, Нателла? Добрый день. Я доцент кафедры маркетинга, предпринимательства и торговли и по совместительству директор центра управления приемом на обучение. А я актер комик-труппы «Маски» Михаил Волошин. Итак, так как я не профессиональный повар, я буду вам помогать. Я профессиональный едок. Понимаете? Вот. У меня в семье все очень хорошо готовили. И родители, и жена у меня прекрасно готовит. Поэтому у меня как бы особой нужды в этом нет. Но иногда я что-то делаю. Делаю я очень небольшие вещи. Но когда приходят гости, они все равно говорят, что это вкусно. Я надеюсь, что у вас это будет гораздо веселее, чем у меня. Посмотрим. Постараемся. А что вы будете готовить сегодня? Сегодня мы будем готовить национальное блюдо национальности моего отца. Так как когда-то Сергей Олиху и я... Он меня, вернее, просил, просил, чтобы я приготовила что-то грузинское. Но как-то не получалось. Я не хотела. Но сегодня мы все-таки решили заняться грузинской кухней. И мы с Юлей будем готовить одни... Вернее, два блюда. Это традиционное блюдо. У Юли будет блюдо под названием пхали. Это традиционная закуска грузинская. А у меня блюдо, которое называется лобби. А вы что сегодня будете? А я буду готовить весенний салат, называется «Весенний взрыв». Когда-то, в самой первой передаче, Сергей Олих готовил такой салат. Я попытаюсь это повторить. Вообще существует очень много рецептов лобби. Она может идти как основное блюдо, так и закуска. Но мы будем готовить в качестве основного блюда. Для этого мы уже замочили заранее фасоль, слили воду предварительно. Какой-то сорт фасоли? В принципе, сорт фасоли не имеет значения. Но главное, чтобы он был одинаковый. Вообще, изначально лобби само готовили еще до того, как открыли фасоль, как Колумб открыл Америку и привез к нам фасоль. Фасоль готовили из гиацинтовых бобов. До сих пор в Грузии растет, произрастает это растение, так скажем. И редко, но в Западной Грузии бывает, готовят до сих пор из этого. Для лобби, помимо фасоли, нам понадобится лук, чеснок и специи. Специи у нас, в принципе, традиционные, кроме одной, которая называется уцхасанели. Я привезла ее из Грузии. То есть это аутентичная, аутентичная специя. Юля. Я буду готовить пхали. Пхали – это традиционная холодная закуска в Грузии. Пхали вообще переводится как листовая капуста. А кроме того, пхали – это способ приготовления острой закуски. Самое главное в пхали – это острая часть. Я с приготовления этой острой части и начну. Примерно все берется на глаз. Самое важное здесь – получить консистенцию. Если вы хотите более жидкое блюдо, подать его в блюде более глубоком, то вы добавите больше овощной составляющей. Если хотите сделать шарики, как мы попробуем сделать, то добавите большую часть острой начинки. Мы начнем с приготовления острой начинки. Нателла, у меня такой немного странноватый вопрос. А кто все это будет чистить? Ну, так как мы женщины и плачем по любому поводу, то, наверное, тот, кто спрашивает, так как вы... Да, мужчина, вы нам поможете, как истинный джентльмен. Нам нужен чеснок. Я попрошу вас порезать мелкими кубиками для пассировки и почистить чеснок. Отлично. Чеснок нужен и мне, и Нателли. Да? Тогда два чеснока. Два чеснока – это будет третий. В грузинских блюдах чем больше чеснока, тем лучше. А вот скажите, каким ножом нужно резать лук? Каким комфортнее? Так сказать, эргономичней. Понял. Наверное, вот этим. Я пока, наверное, поставлю вариться лобби, так как она должна вариться достаточно долго. Фасоль по-русски. Зависит от сорта. Если это прошлогодняя, прошлосезонная фасоль, то она может вариться до четырех часов. Если это свежая, только-только собранная, то где-то полтора-два часа. А я начну с приготовления острой заправки. Как я уже сказала, все компоненты мы берем примерно на глаз, так, чтобы соблюсти консистенцию, которую вы желаете. Либо чуть-чуть жидкую, либо чуть-чуть густоватую. Для приготовления острой части мы берем орехи, достаточно много. У меня здесь практически 300 грамм орехов. И нам нужно добавить примерно на это количество, опять же, по вашему вкусу. Но я добавляю примерно одну головку чеснока. Я правильно делаю? Очень много. После того, как мы добавили сюда, как вы видите, орехи и чеснок, нужно добавить еще чуть-чуть кинзы. Кинза придаст такой интересный аромат нашей острой заправке. В 80-х годах, в прошлом веке, кстати, кинзы не было в Одессе. Она была только в Грузии, Батуми, Схуми, вот в таких. Ну, сейчас нам повезло. У нас сейчас просто зелень. У нас сейчас классическая буду это воссоздать. После того, как я добавила кинзу, можно добавить еще различные пряности. По рецепту оригинальному здесь идет красный острый перец и кориандр. Однако мне нравится вот в таком исполнении, но если что, можно добавить и красный острый перец, и кориандр. Вообще потом по вкусу можно добавить. Ну, затем, да. Ну, мы добавлять не будем. Сейчас мне нужно все эти компоненты измельчить. Я приготовила острую заправку для пхали. И сейчас буду приступать к овощной компоненте. В качестве овощной компоненты в пхали может идти все, что угодно. В нашем случае мы будем использовать сезонный шпинат и буряк. Буряк мы заранее отварили. Как желательно отваривать буряк для пхали? Помещать буряк неочищенный в несоленую горячую воду. Варить в зависимости от того, какой буряк, может быть 40-50 минут. И после этого положить в холодную воду, очистить. И вот этот отварной буряк есть у нас. Дальше мы будем баланшировать шпинат. Очень важно, чтобы у нас остался яркий зеленый вкус шпината. Не все знают, что если продукт теряет свой цвет, то он теряет и свои полезные свойства. Поэтому мы постараемся подготовить шпинат так, чтобы у него осталась яркая зеленая краска. Чтобы шпинат не потерял наш цвет, мы его будем закладывать в кипяток. Вот у меня уже вода закипела. Я накладываю шпинат в кипяток. Шпинат предварительно был у нас помыт и почищен от ножек. То есть в пхали идут в основном только листья. Бланшируется шпинат без закрытой крышки при активном кипении, если это удается, 3-5 минут. После этого очень важно переложить шпинат сразу в посуду с холодной водой. Это позволит максимально сохранить пигмент красящий и сохранить пользу шпината. Михаил, это правда, что вы уже практически, ну не практически, а наш выпускник? Правда. А откуда вы это узнали? Ну, у меня свои источники. Я закончил холодильный институт и потом работал на припортовом заводе. Действительно, по профессии я кондиционерщик. Ну, это основополагающая специальность у нас в институте. Ну, на сегодняшний день академия, а больше академия холода, входит в наш состав как 4-й или 1-й, или 2-й, или 3-й институты нашей академии. Я режу буряк. Как я уже сказала, у нас будут пхали из шпината и из буряка. Пока я порезала буряк, у меня уже прошло время практически. Я буду доставать сейчас пробланшированный шпинат. Переварить шпинат нежелательно, поэтому мы его достаем шумовкой, даем ему хорошо стечь и тут же перекладываем, как я уже сказала, в ледяную воду. Можно сюда еще положить кусочки льда для желания. Пока девочки занимаются своими блюдами, я начинаю делать свой салат, который называется «Витаминный взрыв». У меня уже готова одна овощная компонента для наших пхали. Есть уже острая заправка. Мы сейчас будем переходить к тому, что измельчим шпинат. Очень важно, чтобы у нас в этой вот компоненте было очень мало воды. Поэтому шпинат мы хорошо отожмем. Посмотрите, как мало шпината получилось после того, как мы его отжали. Это действительно, как Нателла сказала, концентрированная витаминная бомба. И обратите внимание, какой цвет. Цвет у нас сохранился, значит... Сейчас было правильно. Все было правильно, да. Я начинаю перебивать. Я начинаю формировать пхали. Вот такое вот у меня пюре красивое зеленое получилось. И сейчас я туда добавляю острую начинку, заправку. Кладу ее примерно один к одному. Видите? Если я хочу более жидкую консистенцию, и чтобы пхали было не такое острое, то я положу больше шпината. А я хочу спросить, что изменилось у вас в Академии, когда я закончил заниматься в своем холодильном технологическом институте? Что у вас тут интересного нового есть? Ну, вообще, жизнь бежит, кипит, все меняется. У нас открылось больше специальностей, у нас появилось больше факультетов, у нас активная студенческая жизнь, у нас студенты ездят на практику за рубеж. Когда-то это было, наверное, недосягаемо, чтобы поехать в Афрацию или... Сложно. Нужно было быть хорошим комсомольцем. Ну, сейчас они могут это сделать, если они хорошо занимаются, естественно. И вот мы все время пытаемся меняться, что-то инновационное привносить в нашу деятельность. И вот в преддверии очередного Дня открытых дверей я бы хотела пригласить всех наших школьников, выпускников техникумов и колледжей. 20 мая в Парк Победы в 11 часов у нас будет проводиться Дня открытых дверей, но необычно, как всегда, да, когда мы просто собираемся и что-то рассказываем, а в виде квеста. Это будет квест-игра. Все, кто хочет, заходите на наш сайт, заходите на наши соцсети, регистрируйтесь, потому что регистрация обязательно, и приходите, поиграем. Мы вас тоже приглашаем. Отлично. Будете в нашей команде. Хорошо. А пока у нас уже лук готов, я его оставила, потому что, вот он уже порсировался до золотистого цвета, я его отставляю, пока не готова наша фасолька. А я формирую такие красивые кружочки из пхали. Мателла, я хотел вот спросить такой вопрос, задать точнее. Что вы делаете сегодня вечером? С лобио. С лобио? Угу. Ну, надо подумать. Ну, на самом деле, я начинаю основной этап приготовления. Мы отварили, кинули на друшлаг стекла жидкость. Жидкость мы эту не выливаем, вот она у нас здесь. На всякий случай, если она понадобится потом. А она может понадобиться. Вообще, лобио это блюдо считается... Его нужно примять так, чтобы некоторые бобы, ну, некоторая фасоль полопалась. Но не вся. Это не должно быть крем-суп, не должно быть пюре. Такое, ну, нечто среднее. Вообще, лобио это такое блюдо, которое считается блюдом бедняков, если честно. Потому что фасоль, в принципе, доступна везде. И она обладает очень питательными свойствами. Да, Елена Александровна? Да. Вот мы немножко примяли. Нужно здесь чуть-чуть побольше. И потом мы добавляем свежую кинзу. В принципе, вот нам не нужна будет жидкость, потому что она достаточно жидкая получилась. Вот у меня тоже есть кинза. Сейчас мы добавляем чуть-чуть кинзы. Вот я порезала предварительно. Добавляем наш лук. Я иду поставить на плиту. Добавляем наш лук. Туда же был добавлен чеснок при пассировке. Пахнет как. Как пахнет. Да, и мы должны поставить на огонь все это вместе. Довести до кипения. И по некоторым рецептам 10-15 минут, по некоторым рецептам просто довести до кипения и оставить настояться. Лобя – такое блюдо, как наш, как украинский борщ. Да, чем дольше оно стоит, тем больше оно напитывается. И органолептические свойства у него ярче, приятнее и намного вкуснее. Самый-самый важный ингредиент лобя, как и всей грузинской кухни – это специи. Мы должны добавить сюда перец и соль. Ну, все это добавляется по вкусу, в принципе, ну, как бы на глаз, да, как говорится. Но есть определенные пропорции. Допустим, на 300-400 грамм фасоли рекомендовано употреблять одну-две чайные ложки каждой специи. Ну, соль, соответственно, по вкусу. Соль, перец, кориандр. Он придает очень яркий вкус. Я еще люблю хмели-сунели, поэтому добавим еще щепотку хмели-сунели. Вот последний ингредиент, так сказать, тайный ингредиент – это грузинская пряность – уцха-сунели. Вообще, в оригинале в лобе добавляют только одну специю. По-русски это чабер. Ребята, посмотрите, я готовлю соус. Это сметана, это выжатый, свежий выжатый лимонный сок, немножко морской соли. Вот это будет у нас такой соус. Все, сейчас этот соус пойдет в большую тарелку. Ах-тунг, ах-тунг, Розалюх-тунг, воздух типа Крышкин. А теперь все остальное оттуда. Прук. Прук. А лобео практически готов, оно, блюдо уже закипело, теперь можно снять с огня и поставить настояться. Часико-пол, и будет самое то, что нужно. Лобео подается, как правило, по традиции с хлебом. Так как это закуска, либо главное блюдо, его нужно употреблять с чем-то мучным. Поэтому сегодня я решила, вначале не сказала, но я решила сделать традиционные кукурузные лепешки, которые в Грузии называются мчадик. Я буду готовить классическую презентацию пхали. Благодаря Михаилу у нас есть гранат. А у меня уже готов салат, так что сейчас буду его выгружать на тарелку. Для лепешек берется кукурузная мука мелкого помола. Наверное, всякое кукурузное тесто хорошо вымесить. И консистенция в конце должна быть, как тесто на сырнике. А наше тесто на кукурузную лепешку уже готово. Чтобы она не пригорела, мы чуть-чуть, самую малость, добавили растительного масла. Все, я иду жарить. Ну вот, смотрите, обед готов. Начинаем по классике с холодных закусок. Из холодных закусок у нас сегодня пхали и салат. Я напоминаю, мы готовили пхали из шпината пробланшированного, пюре из буряка. В качестве острой начинки у нас были орехи с добавлением различных специй и чеснока. Как мы готовили салат? Салат «Весенний взрыв» готовился из огурцов, из редиски, из кинзы, черемша, салатный лист. И немножко было сметаны, и немножко лимонного свежевыжатого сока и соль. Вот такой салат. Основным блюдом сегодня у нас была лобиа или фасоль. Мы ее замочили предварительно, потом отварили, немножечко помяли, так скажем. Добавили туда специи, лук, чеснок, пассированный лук и чеснок. И присыпали кинзой. Для полной картины этого блюда мы пожарили кукурузные лепешки. И, как принято в Грузии, традиционно подаем лобиа в глиняном горшочке. И рядышком разносолы. И наш хлеб, кукурузный хлеб, кукурузные лепешки. Давайте пробовать? Давайте пробовать. Давай. Это самое интересное. Начинают всегда с холодных. С холодных. Ну ладно. Холодные закуски всегда по традиции острые для того, чтобы возбудить аппетит. Запустить пищеварительную систему. Давайте. Так это нельзя пробовать. Подградивайте. Мы за вас. Она меня старше. Так что. Пока. Да, ну вот встречу мы передаем эстафету дальше. Субтитры подогнал «Симон»